Виктория Лид Я буду заниматься домашними делами. Дел очень много. Я сейчас вам показываю, что я натворила, пока вас не было. И сейчас будем продолжать. Уборка у себя в кладовке наверху. А все потому, что, во-первых, мне сегодня Максим одевал ботинки. И у нас сломалась собачка здесь. Я думала выставить рублей за 100 хотя бы, чтобы кто-нибудь, возможно, починил тоже ботинки нормального состояния. Но я уже их и помыла. Но потом увидела, что у нас здесь большой порез где-то был. И в итоге я их сегодня просто выкину. Сегодня хочу сделать зачистку. Вот, девчонки, порез на железной дороге. И хочу сделать зачистку сегодня всей обуви, потому что у меня Рома недавно доставал тоже свою обувь. Все пришлось втаскивать. Сегодня я все до конца вытащила. Здесь у нас пусто. И сейчас я буду туда все загружать. И у меня еще в коридоре полный бардак. Там тоже везде коробки. На кухне то же самое. Поэтому сегодня как раз таки хочу всем заняться. Начать, как хочу, с детской комнаты. И здесь вот хочу навести порядок, чтобы здесь было все аккуратно. Вот эту пару я выкидываю и сложу, что там еще остается. Хочу разобраться с коробками, потому что коробок у меня много. И хочу приспособить их, чтобы они не просто так стояли, а чтобы была от них какая-то польза. Поэтому сейчас я попробую все перебрать. Плюс у Юрки, возможно, тоже разберу обувь, посмотрю. У меня тут всего две пары, но коробка неудобная, неподходящая. Поэтому посмотрим. Возможно, заменю. И будет сегодня куча мусора, я так чувствую. Потому что вот этот армагедон мне сегодня надо будет сделать. Потому что я подоставала все, откуда что могла. И из коридора тоже решила все достать. И тоже много чего выйдет на помойку. В коридоре вот это вот я выточила. И шкаф попадет на помойку, потому что форма никакой не держит. Вот эта стирка. Вечи какие-то я нашла. Почему-то мне лежали в шкафу. Сапоги, которые я хочу убрать на хранение. Здесь у меня тоже обувь, возможно, какая-то мала. Салфетки все уберу. И здесь у меня тоже все подоставало. Все подоставало, потому что здесь у меня был полный бардак. Сейчас я немножечко разобралась. Уже стало место. Возможно, сюда как раз-таки поставлю швейную машинку, чтобы стояло. Чтобы было удобно. Поэтому посмотрим. И на кухне, как всегда, вот такой у меня тоже склад коробок. Стирку я поставила стирать плед. Бруски у нас лежат. Я их сама затащила на пятый этаж. Для ремонта в туалете. Поэтому сейчас я вот это все соберу в одну кучу. И попробую все это как-то разместить, чтобы было удобно. И что разобраться, где стирка, где мусор. Вот это пятно не отмывается. Поэтому ничего страшного. Потом будем, когда ремонт делается, полы поменяем. Вот. И сейчас будем всем этим заниматься. И вот такая у меня красота на кухне. Так, ну что, давайте начинать. Дел, как вы видите, сегодня у меня очень много. Начать я хочу с Максимкиной полки. Хочу перебрать коробки. Возможно, какая-то будет одна лишняя. Поэтому я ее организую к Юрке. Я так всегда храню обувь. Мне удобно. Конечно, было бы хорошо, если бы над рейлингом была полочка. Но, к сожалению, у меня такой нет. И пока обувь детская маленькая, мне очень удобно хранить именно в шкафу внизу эту обувь. Поэтому я всегда так делаю. Решила у Юрки коробку заменить. Что она вот эта вот неудобная совсем. Поэтому я возьму обычную из подромины обуви. Она большая, длинная. И туда влезает, в принципе, две пары детских. Поэтому сейчас я буду загружать сюда всю обувь. Потом буду складывать это все в кладовку. И плюс ко всему, у меня еще здесь стоит вентилятор, который я тоже попробую организовать в кладовку. Он у нас там так и стоял. Он стоял близко к нам. И нам было неудобно доставать обувь. Потому что вентилятор, в принципе, нужен только летом. И я подумала, что можно его убрать в самый назад, чтобы было удобно им пользоваться. Плюс решила достать всю обувь, которая нам где-то мешалась. И вот так вот все это выглядит. Хочу сегодня сложить все, потому что зима пока идет. И я хочу сделать именно это сейчас. Я очень быстро убралась, ушла одна большая коробка. И вот так вот нормально, компактно получилось. Там все коробки заняты. У Юрик я убрала другую коробку. Здесь поставила вот такую, это Ромина. Здесь, получается, две пары обуви и синие ботинки, которые, не знаю, будут как раз, не будут как раз. В общем, пока так поставила. Коробку заменила. Была вот такая. Плюс у меня еще есть такие коробки. И вот это вот все сейчас мы будем с вами разбирать. Первым делом, я думаю, засуну туда вентилятор в кладовку. Потом уже буду заниматься всем остальным. Посмотрю, что надо, что не надо. Здесь очень много новой обуви, которую мы почти не носили. И есть, которые вообще не носили. Поэтому сейчас будем все вместе смотреть. И посмотрим, как я с этим справлюсь. Подкладываю для мусора. Здесь уже притащила вот эту вот штуку. Тоже буду выкидывать. И вот это пока что маленькая кучка мусора моя. И давайте продолжать. Сегодня как-то спонтанно все получилось. Потому что, говорю, Рома доставал обувь. Плюс у Максима порвалась. Мне срочно надо было ее перебирать. Поэтому сегодня решила ей заняться. Пока есть время. Пока дети в садике. Я сначала, конечно же, первым делом засовываю туда вентилятор. У нас там еще в кладовке наверху стоят коньки. Мои и Ромин. Они тоже занимают большое количество места. Поэтому сначала я туда гружу вентилятор. Мне пришлось его рукой заталкивать туда. Потому что он вообще не хотел идти. И там прям получилось все впритык. И также хочу разобрать обувь. Потому что у меня была большая коробка из-под сапог. В обычной обуви, которая носится летом, осенью. Кроссовки, сандалии. Поэтому мне придется их вытащить. И чтобы туда встали сапоги, как и положено. Сегодня хочу этим забраться. И рассортировать. Попытаться из всех коробок, которые у меня остались. У меня их не так много. Потому что у нас кари уже закрылся. И я бы с радостью там обратно покупала обувь. Но, к сожалению, мы этого сделать не можем. И поэтому в последнее время мы покупаем обувь без коробок. Поэтому у нас коробки сейчас на вес золота. Мне пока что так удобно. И поэтому я буду стараться загружать именно в них. Во что у меня получится. Потом я обнаружила еще две пары обуви, которые у меня не влезли в кладовку. Я их положила в коридор, в шкаф. И тоже не хватило на них коробок. Пришлось использовать коробки, которые у меня были. И сейчас я буду загружать все в кладовку. Там получилось у меня мега компактно, мега удобно. Прям тютелька в тютельку. Я, сейчас сказать, сама не люблю этим заниматься. Потому что надо лезть очень высоко, очень глубоко, очень далеко. С моим ростом без стремянки это совершенно неудобно. Поэтому я в первый раз так сама конкретно занялась. Я знаю, что вы обожаете такие видео. Соскучились, наверное, по ним. Я тоже поэтому очень сильно соскучилась. И хочу вас попросить поддержать его. Поставить пальчик вверх. И подписаться на канал, кто еще не подписан. Для вас это не сложно. Для меня это очень приятно. Плюс наверху у нас стоят какие-то стройматериалы. Ванночки для ремонта, которые нам 100% понадобятся. Плюс светильник в коридор, который мы тоже заранее купили. До сих пор он лежит в коробочке. А также водонагреватель. В общем, все вещи, которые нужны для дома. Которые по-хорошему могли бы стоять в гараже. Но гаража у нас нет. Поэтому у нас для этого есть очень классная кладовка. В будущем мы, конечно же, планируем ремонт в ней. Тоже думали целиком сносительно. Например, покрасить. Внутри поклеить, например, обоями. Но мы пока что не знаем, что будем делать. Для начала, конечно же, займемся в ванной комнате с туалетом. Я вся мокрая. Вот это вот осталось все пустое пока. Сейчас нашла еще пару сланцев, которые у Максима маленькие. Вот здесь мне все хорошо, я показала. Здесь у меня получилось все максимально классно утрамбовать. Там все прям идеально. Прям вот под самый конец. Я туда все сложила. Поэтому там у нас теперь хранится обувь. И с самого боку. Потому что он был с самого начала вентилятор. Потому что он не скоро пригодится. А здесь у нас хранится водонагреватель, который потом пригодится 100%. Вот это я пока что закрываю. Хочу сейчас еще разобраться. Пока есть время. Не знаю. Хочу разобраться в кладовке. Если получится. Хочу повыкидывать старые какие-нибудь эти самые коробки, которые не нужны. Возможно, потому что мы недавно здесь перебирали. Но все равно хочется все заново сделать. Вот здесь грунтовка. Как всегда от ремонта здесь куча всего. Сейчас я хочу все перебирать, попробовать. И посмотреть, что лишнее у нас. Еще, девчонки. Вспомнила, что у меня обувь хранится еще в коридоре. Наверху. И вот в этой огромной коробке у меня хранились туфли. Которые я в принципе в них не хожу. Но все равно пускай пока будут. В общем, в этой огромной коробке они хранились. Я в ней смысла не вижу. Потому что это неудобно. Никто не подходит. И вот в этой маленькой будет храниться намного удобнее. Поэтому вот это вот тоже я выкину. А вот это буду использовать. Ну что, поехали. Насчет коробки хотела сказать, что она реально большое место занимает. Эта коробка от постельного белья когда-то мне приходила. Мне она очень понравилась. Она была очень красивая. Но под хранение мне неудобно ей пользоваться. Потому что она реально громоздкая. И мало того, что можно положить. И нужно огромное количество места для нее. И наконец-таки я занялась кладовкой. Вообще я терпеть это не могу. Потому что я в этих делах ничего не понимаю. Я максимум могу разделить сантехнику на электрику. Что-то вроде этого. Саморезы, лампочки. В общем, сегодня я решила попробовать навести первый раз в жизни. Такой, знаете, мужской порядок. Чтобы ему было удобно. Чтобы ему было комфортно. Все началось как-то по чуть-чуть. Я сначала решила одну полочку разобрать. Чтобы у меня был какой-то доступ сверху. Потом мне понесет. Я разберу все, что только можно. И сделаю действительно намного удобнее. Куча лишних коробок старых. Которые порванные. Контейнеры. Все, я думаю, переорганизую. Чтобы было все удобно. Чтобы было все компактно. Потому что в кладовку в последнее время уже ничего не положить. Ничего не достать. Абсолютно неудобно. Хотя мы совершенно недавно ей занимались. Выкинули без камеры огромную кучу хлама. Огромные мешки мусора у нас туда пошли. Сейчас опять-таки не меньше. Ну, конечно же, меньше. Здесь в основном все в этом будет из мусора упаковка. Потому что само содержимое. Я туда не лезу. Я этого не знаю. Я это трогать не буду. Просто буду переорганизовывать. Чтобы было удобно пользоваться. Поэтому пожелайте мне удачи. Я думаю, что она мне пригодится. И надеюсь, что кого-нибудь из вас замотивирую. Возможно, я большинство вещей вытащила. Которые были на первых двух полках. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Я на самом деле уже вся мокрая. Очень жарко. Вот. Если половину выкину, будет хорошо. Конечно же, выкидывать само содержимое я не собираюсь. Потому что я в этих делах некомпетентна. Было бы удобнее. Если бы мы, конечно же, вдвоем этим заднялись. Но я уже не могла на это смотреть. Поэтому я сейчас пытаюсь загружать коробку с валиками. Коробку с кистями, со шпателями. У нас такая большая коробка, которую мы сделали в прошлый раз. И какие-то вещи недостающие. Я туда докладываю. Потому что все лежит в разброс. Мы даже не знали про половину кисточек, которые у нас есть. Поэтому покупали новые постоянно. То же самое со шпателями, с валиками. Теперь я знаю, что все хранится в одном месте. Это действительно намного удобнее. Также много коробок со всякими мелочами. В которых я особо не разбираюсь. Но я все равно стараюсь это сделать компактно, аккуратно. Наждачка к наждачке. И хочу сложить коробку с саморезами. Потому что я хочу, чтобы саморезы в основном все лежали в одном месте. Здесь одна коробка даже была пустая. Мы в последний раз сделали много маленьких коробок. Я искала по всей квартире контейнеры, чтобы туда сложить. И чтобы мужу было удобно их распределять. И поэтому у нас уже половина готова. Можно сказать. И сейчас как раз таки все загружать. И так я думаю, действительно будет удобнее. Плюс был контейнер со всяким хламом, который не влез никуда. Сейчас я хочу все вытащить и сложить туда конкретно. Все инструменты, все отвертки, газовые ключи. Гаечные точнее. И хочу туда все сложить, чтобы все контейнеры лежали в контейнере. Хочу, чтобы лежали все лампочки в лампочках. Поэтому сейчас я буду использовать коробку. И хочу, чтобы все было компактно, удобно. И сверху накрою как раз таки этой веревкой, чтобы, не дай бог, что-то не побилось. И теперь все лампочки у нас лежат прекрасно в коробочке. С тремя или четырьмя позициями я разобралась. То есть у меня будет коробка для лампочек. Коробка для шпателей. Коробка для саморезов. И коробка для инструмента, отверток. И коробка для наждачки. Наждачку, как вы видите, я уже забыла положить. Сейчас я ее доложу, я так думаю. И будет уже намного компактнее, удобнее. И самое главное, что они будут разбросаны. Это все и везде, по всей кладовке. Это будет очень удобно. Плюс у меня есть коробка с изолентами. Потому что у нас их тоже очень много. Мы все время их теряли. И муж постоянно покупал новые. Сегодня я сделаю организацию. И наконец-таки все будут в одном месте. И теперь не надо будет искать и ходить по всему дому. Что у нас где есть смотреть. И плюс надо сделать коробку под фильтры. Я хочу сделать коробку под электрику. Потому что будет очень много этих голубых чашек для электрики. Плюс у нас будет огромная куча проводов. Всякие вилки, розетки. Поэтому я все сложу в одно место. Плюс у нас будут контейнеры для сантехники. Где будет очень много уголков. Как раз таки фильтры под воду я туда сложу. И думаю, что так будет удобно. Я тут устроила погром. И сейчас разобрала почти всю кладовку. Половину уже запихнула. Посмотрела. Мне понравилось, как здесь очень свободно стало. А внизу все понапихано. Все там, где не надо. Там у нас внизу лежали запасные пакеты. И бруски вот эти постоянно падали. Я их туда пока положила. Здесь у меня наверху вот так получилось. Все вышло очень аккуратно. Здесь у нас валики для строительства. Наждачки. Всякие шпателя. Вот все здесь хранится. Здесь клей. Здесь краска. Здесь саморезы. Всякие гвоздики. Здесь лампочки. Там у нас скотчи. Там у нас какая-то фурнитура. Короче, вот это вот я все организовала. Оставила сюда ведро. Поняла, что нет смысла так хранить. Так некрасиво, неудобно. И канистры вот эти стояли здесь. Мне кажется, это тоже неудобно. Сейчас вниз поставлю. Вот. И будет место. Потому что, смотрите, здесь вообще места по-хорошему много. Но очень плохо используется. Поэтому сейчас я это буду пытаться все перебрать. И все ведра хочу вложить в один самый большой таз. Потому что это все нужно. Будет при ремонте. И будет все нормально организовано. А вот это вот все. Огромное количество мешков для мусоростроительных. И просто пакеты. Поэтому сейчас я посмотрю. Надеюсь, что будет от этого толк. Потому что сама я никогда не бралась за организацию Роминых вещей. Но сегодня я решила это сделать. Пока что под горячую руку, так сказать, попала. Нашла еще здесь одну обувь. Свою, ботинки. Положила пока что в шкаф, в коридор. Вот. И пока что вот красота какая. Сейчас, надеюсь, будет. Протирать ничего не хочу. Но хотя надо. Не знаю, посмотрю. И вот. Сейчас будем все это убирать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, конечно же, я не смогла смотреть, как там очень много было опилок. Очень много инструментов. Инструменты все почему-то хранились на одной полке. И это всем совсем было, наверное, неудобно пользоваться. Поэтому я решила немножечко разгрузить. Сзади сделала канистры. Потом сделала пилу в самом низу, чтобы она лежала. Действительно, потому что она очень тяжелая. Ей будет удобно пользоваться. Именно снизу это будет доставать. И по бокам я на вторую полочку сложила все длинные, точнее всего, монтажную пену, можно так сказать. Наверное, и хочу сейчас разобраться с инструментами, чтобы они были в удобном доступе, чтобы было удобно к ним подходить. И также все керметики тоже хочу сложить в одно место, чтобы было удобно, потому что их очень много цветов. И они иногда нужны. Поэтому хочу, чтобы они все лежали в одном месте. Все строительные мешки я положила тоже вниз. А вот обычные пакеты продуктовые, которые мы еще привезли с той квартиры, наверное. Я сложу их в коридор и буду им пользоваться под мусор. Потому что действительно это удобно. То, что они будут под рукой. Я постоянно забываю про них. И неудобно из кладовки их доставать, искать. Поэтому я их сложу в коридор и будет очень удобно использовать под мусор именно. И сейчас, наконец-таки, буду заниматься коробками. Сделаю две основные большие коробки. Какие-то старые повыкидываю. И сделаю, говорю, сантехнику и электрику. Две большие коробки. А третья коробка будет под всякую сечину, которую я не нашла применения. И я так поняла, что здесь 100% требуется новая сумка для Ромы. Потому что это уже изжила себя. Она вся драная, вся порванная. Поэтому я считаю, что лучше, конечно же, ее выкинуть и купить потом как-нибудь новенькую, красивенькую, хорошую, аккуратную. Также провожу ревизию, что внутри. Насколько я это понимаю. Насколько я могу это понять. Потому что здесь половина, конечно же, я вещей не знаю. И также хочу избавиться от всех этих пакетиков. Потому что муж мне, например, очень обожает во всякие пакетики все складывать. Я люблю по коробочкам, по контейнерам. Поэтому сейчас я пытаюсь сделать под себя, как мне будет удобно. И так действительно наглядно видно, что у тебя внутри. И занимает место компактно. И ничего не шебуршит. Потому что я не люблю, когда что-то шебуршит. Поэтому сейчас как раз-таки занимаюсь организацией. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Плюс ко всему я параллельно стараюсь разобраться в коридоре, потому что здесь тоже очень много вещей, которые меня раздражают, и я хочу этим параллельно заниматься, и я вам сначала это не показывала, то что я бегала то сюда, то туда, здесь какие-то вещи, строительные одежды для Ромы с работой, и хочу это все сложить в одно место, чтобы было максимально компактно, все хранилось, здесь наши шкафы внизу забиты, и когда этот модуль уйдет на кухню, конечно же, его здесь не будет, мне нужно думать, что я могу убрать отсюда, потому что здесь какие-то вещи я сложила в кладовку, где они должны быть, поэтому этот шкаф в основном для всякой всячины, поэтому сейчас хочу все перебрать, освободить, и чтобы было больше воздуха в коридоре, потому что когда приходишь, здесь все навалено, постоянно перемещаешь, это неудобно, неприятно, поэтому сейчас я пытаюсь все выкинуть и сложить все в одно место. Продолжение следует... 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 Так, смотрите, я загрузила Выложила одну стирку Сейчас загрузила вторую И нажала на паузу, потому что мы уходили Потому что раньше я не нажимала на паузу Но как она начала убегать, так я всегда ставлю на паузу Даже теперь, когда сплю, я не включаю Вот, раньше включала И сегодня хочу приготовить салатик крабовый Сто лет не ела, с Нового года хочу еще Хочу еще салатик Поэтому сейчас я буду, наверное, готовить Начал переоденусь И, в принципе, на сегодня все Все важные дела я переделала Вот, самое главное, что я сегодня сделала Это расхламила вот эту вот всю историю Дома жара, на улице все течет Ради, девчонки, у нас погода В общем, сейчас я буду готовить И заниматься детьми